Здравствуйте! С выпуском новостей на ННТ я Махач Курбанов и мои коллеги. И коротко о главном. Плюс еще два года за побег. Осужденные шамхайской колонии, сбежавшие в сентябре прошлого года, получили новые сроки заключения. Муфтият организовал ритуальное омовение. В Махачкале функционирует специальный омовительный пункт, куда привозят погибших от коронавируса. Осужденные шамхайской колонии, сбежавшие в сентябре прошлого года, получили по два года за побег. Такое решение вынес Кировский районный суд Махачкалы. Напомню, 22 сентября 2020 года шестеро осужденных и отбывающих срок в исправительной колонии номер 2, которая расположена в поселке Шамхал, сделали подкоп, через который совершили побег. Суд прибавил к указанным срокам на неотбытую заключенными часть наказания по предыдущим приговорам судов. В итоге заключенные, среди которых Аминов, приговорен к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы. Байматов получил 8 лет и 5 месяцев. Машрабов 5 лет и 3 месяца. Ахмед Набиев 11 лет и 9 месяцев. Абдул Кадиров приговорен к 10 годам и 9 месяцам. А Амириев к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы. Еще трое пособников получили условные сроки. Один-два года, двое-полтора. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Вынужденная мера для сохранения здоровья. В Махачкале сотрудники госавтоинспекции проводят разъяснительные беседы и раздают средства индивидуальной защиты. Аналогичные мероприятия ежедневно проходят на остановках общественного транспорта и на оживленных участках дорог. Так, жителям напоминают о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением Роспотребнадзора и указом в Реуглавы Республики, сотрудники ГАИ применяют также меры административного воздействия. В Махачкале продолжает функционировать специальный омовительный пункт, куда привозят погибших от коронавируса. Муфтиат организовал работу для проведения ритуального омовения мусульман по всем нормам ислама. Они запустили единый номер, по которому можно обратиться и получить услугу бесплатно. Подробнее в сюжете наших коллег. Это мечеть на Акушинского, 132. Рядом с ней находится специальное подвальное помещение. Именно сюда привозят умерших от коронавируса в Махачкале. Здесь проводят омывание тела по нормам ислама. Внутри помещения постоянно проводят дезинфекцию. Посередине комнаты специальное оборудование. Именно сюда кладут тело покойного. Специалисты проводят омывание в защитных костюмах. После омывания тело покойного полностью заворачивает в саванн. Это плотная материя, обычно белого цвета. За сутки сюда привозят в среднем от двух до восьми человек. Очередь не образуется. Муфтия от региона постарался облегчить хлопоты родственников погибших. Люди бывают разные. С ожогом бывают, с раскидлением бывают. Там ногти бывают, которые не оригинальные. Вот в этих местах получается омывание. Тогда таемом надо делать. Для этого должен здесь какой-нибудь ученый, который разбирается в эти вещи. После купания над покойным совершает молитву о дворе мечети. Все услуги здесь проводят бесплатно. Достаточно обратиться по единому номеру или приехать по указанному адресу. Умывающему человеку, чтобы саванн был его свой. Если он свой саванн принесет с собой, то заворачиваем его. Если нет, то в каждой мечети есть саванн, который они, ради священного Аллаха, бесплатно будут заворачивать. Для омывания, для всех обязанностей, которые мы должны соблюдать умывающий человек, все это делается бесплатно, ради священного Аллаха. Вопрос организации о омывании о покойных обсудили и на совещании Муфтиате. Здесь присутствовали имамы столичных мечетей. Теперь родственники покойных, независимо от причины смерти, могут позвонить по единому круглосуточному номеру. Оператор подскажет, как и куда обратиться, чтобы бесплатно и быстро получить ритуальную услугу. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале почти завершен капитальный ремонт улицы Славы. Сейчас идет этап укладки асфальтобетонного покрытия. Уже установлен бордюрный камень. Протяженность улицы, расположенная вдоль Народной аллеи, составляет 1200 метров. По словам специалистов ООО «Нарт», они не только выполняют технические задания, но и стараются учесть пожелания горожан. Так, здесь вскоре появится и тротуар. Напомню, что в столице Дагестана реализуют национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги». Всего на территории Ленинского района Махачкалы в текущем году в рамках проекта благоустроят 35 улиц. Работы проводятся срок, в технике проблем нет, с рабочей силой тоже все в порядке. Ребята работают ежедневно, успевают. Ассоциация гостеприимства Северного Кавказа провела встречу с представителями туристической индустрии региона. В ходе встречи стороны обсудили эпидемиологические условия, в которых приходится работать, и проблемы развития туру индустрии в республике. Они выразили беспокойство в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. А касаясь вопроса развития туристической инфраструктуры, присутствующие сошлись во мнении, что необходимо создать единый архитектурный стиль в исторической части столицы и на основных туристических локациях. Мероприятие позволило в формате живого общения обсудить все наболевшие вопросы и наметить план дальнейшей работы для планомерного развития туристической отрасли региона. Современная библиотека вместо старой читаний появилась в Махачкале. Перед открытием в Центральную детскую библиотеку номер 1 по улице Оскара, 15 осмотрели мэр Салман Дадаев и вриум-министра туризма и народных промыслов Имин Мирданов. Книгохранилище было построено в 1972 году и с тех пор ремонт зданий не проводился. Но в рамках запущенного в 2019 году федерального проекта «Культурная среда» и национального культурам это читание было выбрано в качестве пилотной в столице региона. В стенах модельных библиотек организуется зонирование пространства, предоставляется открытый доступ к книжному фонду, электронным и цифровым ресурсам, выделяются места для общения, проведения лекториев и встреч дискуссионных клубов. Также здесь созданы все условия для обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья. Дагестанские клубы сойдутся в 1-64 финала Кубка России. Это стало известно накануне. Команды «Анжи» и «Легион Динамо» вчера провели матчи 1-128 розыгрыша турнира и добились побед в серии пенальти. «Анжи» принимал дома «Машук КМВ» из Пятигорска. Основное время матча завершилось нулевой ничью, а в серии пенальти хозяева преуспели 4-2. Аналогичный результат в основное время и в серии 11-метровых был зафиксирован в матче «Легиона Динамо» с нальчикским «Спартаком». Дагестанская рыбистка Байзат Хамидова дебютировала на Олимпийских играх в Токио. Женская сборная России сегодня провела две встречи. В групповом этапе турнира в столице Японии национальная команда на последних секундах уступила Великобритании 12-14, а затем со счетом 35-12 взяла верх над Кенией. После двух туров российская дружина набрала 4 очка и занимает второе место в группе «А». В заключительном матче в группе россиянки сыграют с фаворитками Олимпиады Новозеландками. Эта решающая игра состоится завтра. Это было все на сегодня. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова